Музыка Так, шесть утра. У нас началось утро в колхозе. Да, всё, выспались, и бабушку разбудили. Всё, вставай, бабушка, надо кушать. Ну? Дурносенькой. Скажи, я не дурносенькой, я ребёнок весёлый, да? Я весёлый ребёнок. Болею, мои золотые, болею. Ну, что делать-то? Как без этого, да? Без этого никак. Так что, с добрым утром, мои дорогие. Вот мы, вот мы, дорогие товарищи. Ещё раз добрым утром, зайки мои. Вот, сижу. Занимаюсь своими делами. Сейчас так, себе, побольше включу. Потому что болеть я не умею. Вообще, какой-то человек, и я странна. И отдыхать не умею, и болеть не умею. Позавчера отлежала сутки. А потом всё, не могу. Это для меня смерти подобно. Занимаюсь, сижу. Это вот, это я закрыла. Потому что у меня тут, я же делаю сразу, сразу несколько дел, и шарфы, и украшения. И, в общем, у меня тут, конечно, завал. Что говорить-то? Сейчас надо попозже, через часок, съезжу в аптеку. Надо мне лекарства. Вот, а что хочу собрать? Сейчас вам покажу. Хочу собрать. Вот. Такое асимметричное украшение. С одной стороны, вот, будет коралл, две штуки, а с другой стороны, не будет. Не знаю, что получится. Ну, сижу. Сижу, занимаюсь. Мои, конечно, переживают. Потому что далеко все. Я говорю, нормально все будет. Бог не выдаст, свинья не съест. А, что еще хотела? Девочки очень интересовались, как Егорка там в Болгарии. Ходит в школу, потихоньку привыкает. Ну, он с мамой, и это уже хорошо. Вот. А так-то, конечно, тяжело. В чужой стране. Так он только отдыхать туда ездил. А теперь надо жить, привыкать. Ничего, привыкнет. И язык выучится, потому что, чтобы выучить нормальный язык, конечно, нужно жить в этой стране. Потому что я вот сколько помню, пока живешь летом, все уже понимаешь, уже говорить можешь многое. Все за зиму забывается, как... Ой, это как я в свое время французский язык выучила за год. Все, разговаривала. Потом, ну, по телефону мы общались. Года три, наверное. Ну, а потом все. И забылась, и забылась. И практически сейчас даже и... Ну, так, кое-чего-то помню. Поэтому будет там жить, будет нормально разговаривать. И к укладу привыкнет, ну... К жизненному у них там. Я думаю, что все будет нормально. Все будет хорошо. Так что, мои дорогие, жизнь идет. Потихонечку. Ладно, надо мне завязывать с этим делом. Сейчас ездить в аптеку. Надо лечиться. Ну, я лечусь, конечно, понятное дело. Но надо еще у меня лекарства. А вот бросить это дело для меня прям... Понимаете? Тяжело бросить. Вот попросила сестру, говорю, пришли мне фотографии своих работ. Что-то не шлет никак. А очень хотелось бы вам показать. Потому что она у меня не абы чего. Не абы кто. А народный художник России. Как не похвалиться-то? Народный творческий. Ну, вот не знаю, что-то... Вот так вот будет. Так что, Марина, пришли. Ну, хотя бы фотографии. У нас такие девчонки. Умные, порядочные, хорошие, все понимающие. Что стесняться-то, правда? Я вот так считаю. Стесняться надо плохих вещей. Если б уж тебя признали, и... Чего стесняться-то? В чем-то вижу плохо. Ужасно. Ужасно. Это я так вот... Мне так скучно одно. Пообщаться не с кем. Кот уснул. А то я с ним разговариваю. Думаю, хоть с вами поболтать. Так. Ну, вот что-то. А то мне пишут. Вот вы делайте, мы посмотрим. А не знаю, что делать. Вот делаю. Ну, вот. Будет где-то так. Ну, что скажете? По-моему, красиво. Ладно. Сейчас поеду в аптеку, а потом тогда буду доделывать. И вам покажу, что я тут понаделала еще. Ну, что, сейчас покажу. Сделала же улудь. Вот так вот тоже. Вот так вот. И сделала еще такую штуку. Аметист, кошачий глаз тут. Потом покажу вам на этом. На манекене. Ладно, я поехала. Ой. Хотела поработать с цементом, милые. Ага, только тряпочку под крадиком сполоснула и поняла, что эта затея нехорошая. Вода ледяная. Ну, начала вот законсервировать летнюю кухню. Не хватает у меня куска нормально закрытую сторону. Ну, ладно, может, что придумаю. Господи, я аж испугалась. Думала, мертвый кот. Смешно? Ой, Маська, какой ты смешной. Мухи. Когда они уже замерзнут? Когда они перестанут залетать в дом, а? Твари такие. Кхе. 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 Ангел. Хе-хе-хе. Проснется. Ты, Господи. Ай. Нет, просто перевернулся на другой бочок. Ай. Ангел когда спит. Вот такая вот хмурая середина ноября в Крыму. Холодно. Семь градусов тепла всего. А я вот пролежала сутки. Потом позвонили с почты. Пришла мне посылка. Нужно мне заодно отправить украшение Боха Свердловскую область. Вон, Витя поехал. У него новый мопед. Я его и не узнала. Так что поеду на почту, съезжу. Где я умудрилась простыть? Я вообще не понимаю, что происходит. У меня зуб еще побаливает. Но он как-то так не болит. А, знаете, такой зуб глазной. Больше вот как-то что-то такое ощущение, что в глазу болит. Надо к стоматологу ехать. Не знаю, когда плохо себя чувствуешь, еще и к стоматологу, как-то я прям не могу решиться на это. Вот видите, елочка стоит 6 тысяч рублей. Угу. Отправила я Наталью и Аркадьевне в Свердловскую область. А посылку не нашли. Что-то, видно, попутали. Ну, я же позавчера только получала. Наверное, что-то попутали. Пойду сейчас куплю овощей. Да поеду домой. Надо лежать. вылежаться. Потому что состояние не очень, скажем честно. Какие желтенькие. Яркие какие. последняя красота в этом году. Еще розочки цветут. Ха-ха. У меня тоже бутончики есть, но не знаю. грустно. грустно. Как-то привыкаешь, что все время тепло и тепло. Потом раз и все. вот. Ой, прям такие желтые. Хо-хо. вот это жизнь. На тепленьком покрывале с мягкой игрушкой, в шубе. что значит жить на рынке. Вон, видите уже, как одеваются люди. Хотя температура-то сегодня 7 или 8 градусов тепла. Все уже по-зимнему. Все как надо. Так. Толик едет. Хе-хе. Ну, что, купила я себе лекарства. Так. Вот купила вот такое кружево. Мне очень нужно. Так. Купила вот такую штучку. Ну, на ракушке, на перламутре. Купила вот три вот таких миленьких листочка. Представляете? Только вот такие коротенькие спины. Прям коротенькие. Не знаю, сколько они там, полтора сантиметра, наверное. Ну, в общем, вот так вот. Ладно. Хорошо, что так. А что это мы такие тихие лежим, глазастые? А? Что это? Напрыгался, перевернул сегодня коробки мои с бусинами. Ой, устраивает бабушки тут третью часть марлезонского балета. Да. Или спит, или носится. На улице холодно, он на теплом полу лежит. Как-то он у меня потихоньку из Макса превратился в Масю. Да. Мась. Мась. Макс. Все-таки Макс ты, да? Глупотень ушастая. Только на него направишь камеру. Все. Он тут же открывает глаза. Эть. 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 Такие глаза у него круглые. Интересно, ты когда вырастешь, у тебя останутся такие глаза? Или заплывут жиром? Пожрать-то ты или убеждая? Ну, ладно, не вырывай. Телефон-то у меня. Все, сразу начинает драть, хватать. Ой. Вот что мы творим. Вот что мы творим. Залезаем по коврику, все грызем. Макс, ну ты вот дитё, слезай оттуда. Все, мне уже тут практически пообрывал. Ой. На всех моих занавесках висит. Ну, в общем, дурко. Дурко.